Добрый вечер, в эфире новости Курган.ру, с вами Елена Волкова и сегодня в нашей программе. Замерзают без тепла и горячей воды. Жильцы третьего дома по улице Озерная отчаялись ждать помощи от коммунальщиков и властей. Робот для экстремальных условий. В Кургане создана уникальная установка пожаротушения, не имеющая аналогов в России. В Зауралье ждет очередной свадебный бум. В канун своего профессионального праздника сотрудники ЗАГСа поделились планами на будущее. Сильные морозы в Зауралье способствуют коммунальным авариям. Сегодня ночью в Кургане в районе магазина «Юбилейный» и торгово-развлекательного комплекса «Пушкинский» произошел порыв водопроводной трубы большого диаметра. Затопленными оказались тротуары и проезжая часть. Движение автотранспорта было частично перекрыто. Несмотря на то, что прорвало трубу с холодной водой, из-за очень низкой температуры воздуха над местом аварии навис плотный туман. На месте работы по устранению порыва ведут две бригады Курганводоканала. Водоснабжение в близлежащих домах для обеспечения ремонтных работ временно отключено. Морозная погода особенно оказалась и на жителях дома номер 3 по улице Озерная, которые обратились за помощью в нашу телекомпанию. С началом отопительного сезона у них, в отличие от других курганцев, батареи почти не нагрелись. Кроме того, уже неделю горожаны без горячей воды. Проблемы с подачей воды и отоплением у жителей этого дома возникали постоянно с момента сдачи здания в эксплуатацию. Но если раньше эти вопросы решались, то с момента перехода в управляющую компанию «Ваш дом» 3 года назад жильцам пришлось совсем забыть о горячей воде и хотя бы тёплых батареях. В доме регулярно проживают трубы, вода потоками течёт в подвал и подъезды. Слесарей даже на простое перекрытие ждут несколько дней, а восстановление работ идёт неделями и месяцами. От этого накапливается сырость. Стены и потолки в квартирах покрываются плесенью. К тому же жильцам приходится постоянно набирать воду в подручные ёмкости. Дома постоянная сырость, на окошках постоянная вода, всё чёрное под окошками. Тут вот кипяток, у нас холестал, вообще зайти в квартиру невозможно, вот как бань, натуральная бань. В морозы холод в квартирах усиливается, и люди спят в верхней одежде. Особенно страдают дети, которые болеют чаще своих сверстников. Те, у кого есть возможность, ночуют у родственников или знакомых в других районах города. Жители злополучного дома не раз обращались со своими проблемами в управляющую компанию, Роспотребнадзор, администрацию города, региональное отделение партии «Единая Россия». На десятки писем столько же официальных ответов. А ВОЗ и ныне там. Я ни разу не видел, чтобы было каких-то больших работ, чтобы содержание дома было исключительное. Сейчас наши претензии управляющей компанией это в том, что они не содержат наш дом в должном, в техническом состоянии. Но исправно присылают нам квитанции на оплату услуг. Услуги мы не видим. В подвале канализация, запах, комары в квартирах, коммуникации разрушены, потому что вода и пар делают свое дело. Крысы бегают в подполе. На заявление об откачке воды мы отвечаем, что да, заявление принято. Будем делать. Но я ни разу не видел, чтобы приезжали, откачали воду. Отчаявшиеся владельцы квартир ждут, что на них все-таки обратит внимание управляющая компания «Ваш дом». В противном случае, следующим надзорным ведомством, куда они намереваются обратиться с жалобой, станет прокуратура. Светлана Епифанова, Александр Киселев, информационное агентство «Курган.ру». Более 177 миллионов рублей из федерального бюджета получат за уральские сельхозтоваропроизводители в виде дополнительной финансовой помощи. Об этом на заседании правительства Курганской области сообщил директор сельхоздепартамента Сергей Жданов. По его словам, хозяйства, которые представили все необходимые документы и прошли экспертизу, получат данные субсидии в зависимости от тех затрат, которые у них подтверждены. «Хозяйством, пострадавшим от засухи и являющимся участником наших программ по животноводству, выплатить дополнительно поставки 4,5 тысячи рублей за одну тонну произведенного молока в зачетном весе. Эта сумма будет выражена в объеме 17 миллионов 382 тысячи рублей. А также по ставке 550 рублей за одну голову – это хозяйством, которое имеет маточное поголовье свиней и также является участниками программы». Сергей Жданов также отметил, что рабочие реестры для перечисления субсидий будут подготовлены Департаментом сельского хозяйства до 21 декабря текущего года. Олег Богомолов провел личный прием граждан. Одной из первых посетительниц стала жительница Юргомышского района. Женщина создала общественную организацию для детей. Занятия с ребятами планируют проводить в здании бывшего магазина. Его сейчас пытаются переоборудовать под сельский клуб. Губернатора она попросила помочь с ремонтом и по возможности в будущем заменить старый школьный автобус, которому уже больше 10 лет и который постоянно ломается. Один из вопросов, поступивших в ходе приема, касался выделения земли многодетным семьям. Олег Богомолов ответил, что уже дал поручение ускорить данный процесс. При этом участки должны предоставляться там, где есть инженерная инфраструктура. Личный прием граждан глава региона ведет каждый месяц. Телефон, по которому можно записаться – 429-180. Кроме того, у зауральцев есть возможность донести до губернатора свои проблемы, написав письмо или воспользоваться интернетом и отправить его через официальный сайт правительства Курганской области. Итоги модернизации зауральского здравоохранения за два года подвели сегодня в правительстве области. Что сделано за этот период, расскажет Юрий Пестерев. На модернизацию здравоохранения в Заурале за два года было выделено 3 миллиарда 200 миллионов рублей. На сегодняшний день освоено уже более 90 процентов, доложил членам правительства Александр Карпов. В 20 из 52 учреждений полностью закончен ремонт. В остальных работы близятся к завершению. У нас сегодня непростая ситуация сложилась. Каргопольское ЦРБ, значит, где-то в начале января они заканчивают хирургическое отделение, там осталась покраска. И Белозерское ЦРБ, значит, в четверг я там был. Олеговский хирургическое отделение сделали полностью, оно готово. Отмывает его, перешли на поликлинику. Значит, строитель обещает в январе закончить поликлинику. С начала прошлого года в зауральских больницах и поликлиниках обновлено 5090 единиц оборудования. На эти цели потрачено 905 миллионов рублей. Завершено оснащение навигационной системой ГЛОНАСС всех автомобилей и диспетчерских пунктов скорой медицинской помощи. А с 1 декабря этого года у жителей Курганской области появилась возможность записаться на прием к врачу, не выходя из дома. С 1 декабря через интернет обратилось 2000 человек. И вот с момента работы центра уже порядка 480 человек позвонили. То есть мы их записали на прием к врачу. О новых возможностях знают далеко не все зауральцы, уверен Олег Богомолов. А это значит, в глазах жителей миллионы бюджетных рублей потрачены впустую. Олег Богомолов предложил департаменту здравоохранения. Разработать программу по информированию населения о новых возможностях больниц. Например, выпустить красочные листовки, которые с помощью почты будут разнесены по всем квартирам и домам области. Юрий Пестерев, Андрей Глазырин, Светлана Брагина, информационное агентство Курганру. Органам записи актов гражданского состояния 95 лет. Сегодня сотрудники ЗАГСа отмечают свой профессиональный праздник. О том, чего удалось достичь и что в ближайших планах у специалистов, расскажет Юлия Смородина. 95 лет это не возраст, особенно если речь идет о службе записи актов гражданского состояния. За время своего существования этот орган привык апеллировать куда большими цифрами. Например, только за 11 месяцев 2012 года в ЗАГСе провели регистрацию 39 047 актов гражданского состояния. Это браки, разводы, рождение маленьких зауральцев, а также смены имен, уход из жизни и установление отцовства. Мы подошли к этому юбилею с большим подарком, который нам сделала правительство Курганской области и лично губернатор Курганской области. Это наш новый обновленный ЗАГС. Мы сегодня работаем в прекрасных условиях и несем радость нашим людям, нашим гражданам, которые к нам приходят. Государственную регистрацию актов гражданского состояния в области осуществляют Курганский ЗАГС, 25 муниципальных отделов ЗАГС и 409 органов сельских поселений. Свой почти вековой юбилей специалисты отметили дружно. Все они собрались на праздничном концерте в Доме культуры машиностроителей. Желаю, чтобы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце и оттечеют. А вот так сказали, что достали чили, что говоря не знали, и что ваши дети вас радовались. Количество брачных союзов растет год от года. Увеличивается и число новорожденных зауральцев. В последние 15 лет лидерами по поднятию демографии стали жители Катайского, Китовского, Целинного, Шумихинского районов, а также Кургана и Шадринска. Учитывая то, что мы предоставляем услуги в электронном виде, и кроме того, у нас открылся второй зал для государственной регистрации брака, конечно, наши возможности увеличились. И государственная регистрация брака сейчас не будет длиться 10 или 15 минут. С нового года у нас государственная регистрация брака будет длиться 30 минут. То есть мы сможем в полной мере поздравить своих посетителей, а также их друзья и знакомые, также могут преподнести им большой приятный сюрприз. Получасовая регистрация брака – не единственное нововведение ЗАГСа. Новшеством 2012 года стало активное внедрение в работу информационных технологий. Сегодня выбрать дату и время собственной свадьбы можно в любое время суток, не выходя из дома. Бюро формирует и единую электронную базу данных. На данный момент почти 2,5 миллиона записей актов гражданского состояния составлены именно в электронном виде. Самыми продвинутыми в этом вопросе оказались чистоозерцы, жители Шумихинского, Сафакулевского, Звериноголовского и Куртобышского районов. На будущий год у нас будут серьезные нововведения, связанные с изменением в законодательстве. Мы будем брать заявление на государственную регистрацию брака и государственную регистрацию расторжения брака в электронном виде. Но вы уже знаете, что можно забронировать дату государственной регистрации брака в электронном виде. Эта опция, скажем так, очень востребована нашими молодыми людьми, и мы только продолжаем работу в этом направлении. Сегодня специалисты ЗАГСа активно принимают заявки граждан на регистрацию брака в 2013 году. На 14 февраля уже намечен настоящий свадебный бум. Юлия Смородина, Александр Киселев, Андрей Бахарев, информационное агентство Курган.ру. В Кургане создан уникальный комплекс для тушения пожаров. Не имеющая аналогов в России установка пожаротушения призвана работать в экстремальных условиях. Мы побывали на демонстрации пожарного робота. Мобильная роботизированная установка пожаротушения создана научно-производственным объединением Курганский завод специальной техники. Комплекс предназначен для тушения пожаров в автодорожных, железнодорожных, пешеходных туннелях, на промышленных предприятиях, атомных электростанциях при угрозе радиоактивного облучения. То есть в экстремальных условиях, когда обычные методы пожаротушения связаны с угрозой для жизни и здоровья человека. Чтобы исключить, ну скажем так, контакт людей с вредными условиями, которые возникают в тоннелях, либо еще где-то там в цехах, мы сделали радиоуправляемый комплекс пожаротушащий. Он работает в паре с пожарной машиной. То есть пожарная машина остается вместе с людьми снаружи, подсоединяется пожарный рукав сзади к машине и она заходит туда. Управление происходит по радиоканалу. Система управления по радиоканалу обеспечивает надежное управление комплексом на расстоянии до 300 метров. Высокая проходимость обеспечивается гусеничным движителем, что позволяет преодолевать подъемы и уклоны до 30 градусов. Два режима тушения, контактная и распыленная струя, эффективно справляются с трудными пожарами. Распыляя воду, устройство пожаротушения выбрасывает капли водяного тумана с высокой скоростью на расстояние до 60 метров. На данный момент успешно пройдена комиссия по испытанию установки. В планах выиграть госконтракт для МЧС. Три экземпляра. Один идет в Саров, один идет в Березовский, это закрытые города, и идет в Третьей Сучок. Сейчас мы готовимся к майской выставке, чтобы там посоревноваться с австритцами. То есть это серьезные разработки, которые серьезные. Если мы их победим, то это будет серьезно. Аналог подобного устройства есть только в Австрии и Китае. Наша установка уже сертифицирована Академией Государственной противопожарной службы МЧС России. Пока руководство завода ведет битву за госконтракты, инженеры уже разрабатывают новую уникальную спецтехнику. Юрий Песерев, Василий Малухин, Андрей Глазырин, Андрей Бахарев, информационное агентство Курганру. Вступило в силу постановление правительства России, в соответствии с которым список подконтрольных наркотических веществ дополнен еще пятью наименованиями. Кроме того, вне закона будут обороты всех производных этих новых наркотиков. Специалисты управления ФСКН Курганской области отмечают, теперь у полиции появятся законные основания для привлечения наркопродавцов к уголовной ответственности. Ранее сотрудники наркоконтроля изымали их из незаконного оборота десятки раз. Однако ни за хранение, ни за сбыт уголовные дела не возбуждали. В настоящее же время федеральной службой разработан и внесен в правительство Российской Федерации проект закона, в соответствии с которым предлагается наделить директора ФСКН, председателя государственного антинаркотического комитета, правом вводить временный запрет на оборот новых психоактивных веществ. За попытку их продажи до того, как они будут признаны подконтрольными, граждан будут привлекать к серьезной административной ответственности. Лучший слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики. Впервые за это звание боролись специалисты данной профессии со всей области. Конкурс профмастерства состоялся на базе Курганского промышленного техникума. О значимости достаточно узкой специальности узнавал наш корреспондент. Сегодня на предприятиях профессия слесаря не самая распространенная, хотя и востребованная. Это универсальные специалисты, которые выполняют работы по обслуживанию, ремонту и эксплуатации различных контрольно-измерительного оборудования и систем автоматического управления. Не случайно участники соревнований представляли такие крупные предприятия области, как Синтез, Курганмашзавод, Курганхиммаш, Шадринский автоагрегатный завод. Конкурсанты смогли проверить свои силы и помериться мастерством. Хотелось попробовать себя, проверить, это больше всего экзамен, как я считаю, для меня просто профессиональный, раз на таком уровне, просто проверка своих знаний. Я уже участвовал в конкурсах и профессиональное мастерство по электромонтеру, это было в 2008 году, тогда первое место занял. Так что есть у меня опыт в таких мероприятиях. Из 11 участников семеро представляли промышленные предприятия нашего региона. Оставшиеся четверо – учащиеся Курганского промышленного техникума. В ходе заданий студенты перенимали опыт своих старших коллег. Этот конкурс пока можно назвать пилотным для нашей области. У нас стартовал в этом году проект «Славим человека труда». Пока наших промышленных специальностей там был сварщик, электромонтер, машинист и токарь. Поэтому все возможно и может быть слесарь Кипа появится в следующем году. Победителями стали Александр Питков, Анатолий Винслов и Алексей Харин. Им вручили дипломы, денежные премии и подарки от правительства области. Марина Белкина, Василий Малухин, Андрей Глазырин. Информационное агентство Курган.ру. В храм Александра Невского доставлены частицы мощей святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. По просьбе архиепископа Курганского и Шадринского Константина, частицы мощей благословил выделить в дар нашему городу архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий. После божественной литургии в храме был совершен торжественный молебен в честь святых. Отныне частицы мощей будут навсегда пребывать в Кургане. Некоторое время они будут находиться в храме Александра Невского, а затем переданы в строящийся богоявлерский храм, где освящен и действует первый предел церковь в честь святых Петра и Февронии. Муромские чудотворцы жили в конце 7-го, начале 8-го веков. Петр был князем, а Феврония простой крестьянкой. Они были счастливой семейной парой, прошли через многие испытания, прославились своим милосердием и совершили много чудесных исцелений, помогая людям. Скончались Петра и Феврония в один день и час. И до сих пор святым молятся о даровании семейного счастья и рождении детей. Сюиты к пьесе «Пергюнт» и концерт для фортепиано. С такой программой перед жителями нашего региона выступил Зауральский симфонический оркестр. 16 декабря второй областной фестиваль классической музыки состоялся в Курганской филармонии. В этом представлении нет актеров, а для того, чтобы насладиться пьесой, нужно лишь воображение. Пороки, скитания и сны наяву передать слушателям все перипетии судьбы главного героя пьесы Генрика Ипсена, действие которой происходит в Норвегии, смог Зауральский симфонический оркестр. Так как наш оркестр имеет статус все-таки профессионального, Зауральский симфонический оркестр, хотелось, конечно, чтобы мы чаще могли выступать в филармонии и готовить такие прекрасные программы. С другой стороны, конечно, мне бы хотелось, чтобы жители Кургана, Курганской области, не только по телевизору слушали, смотрели какие-то концерты, какие-то постановки, а приходили в зал филармонии и наслаждались игрой нашего Зауральского симфонического оркестра. Виолончелисты, флейтисты, скрипачи и другие музыканты изящно исполняли известные сюиты композитора Эдварда Грига, а слаженным потоком звуков управлял дирижер. Для меня это большая честь, и возможность сыграть с оркестром, такой популярной, такую прекрасную музыку, как Грига, может быть, шансов больше в этой жизни не представится. В 2011 году руководитель оркестра выступил с инициативой о создании областного фестиваля классической музыки. Глава области Олег Богомолов поддержал эту идею, и уже во второй раз Зауральский симфонический оркестр выступает в рамках фестиваля. Через год оркестр порадует ценителей классики снова. Фестиваль будет посвящен эстафете Олимпийского огня. Дарья Федерягина, Александр Менщиков, Александр Немков, информационное агентство «Курганру». Мини-футбольная площадка, восемь команд-участниц, дружеская атмосфера и ни слова о работе. В спорткомплексе «Молодежный» состоялся второй ежегодный турнир между командами следственных управлений Уральского федерального округа. В мини-футбольном турнире приняли участие восемь коллективов из всех областей Уральского округа. Курганский коллектив, а также прошлогодний чемпион команда Свердловского следственного управления причислялись к главным фаворитм соревнований. Полагаем, что такие мероприятия, во-первых, сплачивают наших сотрудников, показывают, что мы не только вместе можем хорошо работать, мы можем отдыхать. Ну, во-вторых, оно направлено на пропаганду здорового образа жизни и спорта в Курганской области и во всем Уральском федеральном округе. Турнир стартовал матчи между командой Курганского следственного комитета и коллективом Уральского следственного управления на транспорте. Курганцы с первых минут захватили инициативу и до конца игры не сбавляли оборотов. Итоговый счет 15-0 в полной мере отражает преимущество нашей команды в мастерстве. Общение в условиях турнира, неформальное общение, это главная цель этого турнира. Поэтому счет здесь не важен. Главное, огромное спасибо хочу выразить нашим коллегам из Уральского транспорта, которые вышли на этот поединок и достойно сражались, на мой взгляд. А счет в этом деле абсолютно вторичный показатель. В последующих матчах курганская команда также не встретила серьезного сопротивления, обыграв всех соперников по группе с разгромным счетом. В финальном матче был повержен и главный конкурент – коллектив Свердловского следственного комитета. Финальный свисток зафиксировал результат 7-1 в пользу курганцев. Лучшим вратарем турнира был признан курганец Антон Камышев, а лучшим нападающим стал Александр Поляков. Дмитрий Соснов, Андрей Глазырин, информационное агентство Курган.ру. Проект «Время успеха-2012» набирает свои обороты, а на сайте Курган.ру продолжается голосование за участников проекта. Отдать свой голос за понравившийся сюжет может каждый до 25 декабря. До нового года осталось всего две недели, а до награждения победителей проекта «Время успеха-2012» и того меньше. Поздравить с праздником любимого производителя, продукцией которого вы пользовались в течение года, а может быть своего одноклассника, который добился успеха и является участником проекта «Время успеха» очень просто. Достаточно зайти на сайт Курган.ру и на странице «Время успеха» проголосовать за него. Производители товаров и услуг, в свою очередь, не скупятся на поздравления своих клиентов. Например, генеральный спонсор проекта «Время успеха» торгово-строительный холдинг «Домстрой» старается поздравлять с Новым годом не только своих клиентов, но и всех горожан. Так, в 2010 году, в преддверии Нового года, «Домстрой» сделал всем Курганцам подарок. Свои двери распахнула «Ледовая арена юность». Спустя два года «Ледовая арена» стала излюбленным местом для горожан и гостей города. «Ледовая арена юность, наверное, стала в какой-то степени экзаменом для нашей компании, которую, я считаю, мы успешно сдали. И тем самым, пройдя этот экзамен, пройдя это строительство, мне кажется, мы доказали людям, что наша компания может строить такие объекты». В преддверии наступающего 2013 года торгово-строительный холдинг «Домстрой» вновь приготовил приятный сюрприз. Но пока раскрывать всех секретов не будем. Самый вкусный партнер проекта «Восточный хлебозавод» также спешит поздравить всех зауральцев с самым долгожданным и всеми любимым праздником и предлагает приобрести к Новому году не только традиционные хлеба, но и такие, как луковые закусочные. А булочки и другие сладкие изделия от «Восточного хлебозавода» станут главным лакомством на праздничном столе. «Пользуясь случаем, все сотрудники хлебозавода и посредителям хотят передать поздравления с наступающим Новым годом жителям города. Пожелать всего наилучшего». «Поздравляем всех жителей Кургана и Курганской области с наступающим праздником». «Чтобы у всех в Новом году все было замечательно и хлебосольно». Предприятие «Велес» известно всем зауральцам своими колбасами и другими мясными изделиями. Но не все знают, что именно «Велес» стала первым в России производством в сфере мясопереработки, сертифицированным по международному стандарту безопасности пищевой продукции АФС. Более 17 лет «Велес» системно инвестирует в передовые технологии производства, разработку новых продуктов, логистику и контроль качества. Гарантированное качество и безопасность продукции – от получения сырья до отправки изделий конечным потребителям. Один из ключевых критериев работы мясокомбината. В начале каждого года «Велес» ставит перед собой задачи и успешно их достигает по его окончанию. А иногда и ставит настоящие рекорды. Незаром номинация в проекте «Время успеха», в которой заявлен «Велес». Это рекорд года. «Веселый дяв» Выложились на все 100. Танцы, шутки, песни, видеоролики и многое другое смогли увидеть зрители фестиваля. А жюри в лице независимых экспертов оценила команда факультетов по достоинству. «Дяв» для студентов – это очень много. Это вся жизнь, это творчество. Мне кажется, многие студенты этим и живут. Ребята сюда приходят, чтобы получить зрелище, увидеть что-то новое, интересное и найти новых друзей. Помимо организации здорового досуга, фестиваль призван развить творческие начинания талантливых студентов и воспитать эстетические чувства у зрителей. В последний день фестиваля концертный зал КГУ, как водится, был заполнен до предела. Студенты со сцены поражали зрителей яркими номерами, а болельщики скандировали название полюбившихся команд. Несмотря на непринужденность дружеской обстановки, судьи со всей строгостью оценивали выступления участников. Уже 21 декабря на гала-концерте каждой команде будут выставлены баллы. И станет известно, кто занял призовые места по номинациям. Марина Белкина, Дарья Федерягина, Александр Менщиков, информационное агентство Курган.ру Сейчас смотрите прогноз погоды. В последние дни такую информацию пропустить нельзя. А я желаю вам не мерзнуть и всего доброго. В Новый год с рекламной группой Курьер. Куда бы вы ни шли, переход укажет вам безопасный путь. Водитель, пропусти пешехода. Деньги до зарплаты, до пенсии. На развитие бизнеса и неотложные нужды. От 0,3% в день. Оформление заявки по телефону. 8 800 500 000. Стильные обогреватели от «Климат-45». Улица Родионова, 62. Телефон 606-37. И климат под контролем. Уже в детстве мы осознаем, как важен для человека дом. Настоящий, в котором можно строить свое будущее. Дети растут, мечты превращаются в планы. А планы воплощаются в жизнь. Думать о будущем стоит в настоящем времени. И в вашем настоящем доме. БК «Недвижимость». Если вы по-настоящему выросли. Везде от Калининграда до Читы. От Мурманска до Сочи. Триколор ТВ. Все основные российские каналы без абонентской платы. Триколор ТВ. Телевидение всей России. Привет! Я праздничный скидовик! И я здесь, чтобы дать вам скидку! Праздничные скидки в Технодиво. Узкая и тихая стиральная машина LG со скидкой всего за 12 490 рублей. Получи скидку в Технодиво на Омской 163. Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Ксения Оземко. Спонсор прогноза погоды – сеть магазинов Технодиво. Праздничные скидки на бытовую технику. Ждем вас по адресу улица Омская 163. А теперь о погоде. В предстоящие сутки большая часть Урала будет находиться под влиянием антициклона. Благодаря чему в регионе ожидается преобладание солнечной, сухой и морозной погоды. Температура днем в Екатеринбурге. В Кургане ночью переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метра в секунду. Температура воздуха – минус 26, минус 28. Днем в Кургане переменная облачность без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха – минус 21, минус 23. Атмосферное давление будет слабо расти. 19 декабря солнечная активность умеренная. Геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. Стиль ведущий предоставлен студии красоты Флоренция. Красина 94, дробь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова